Добрый вечер! 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 введение и запуску электроцентрали. В регионе дали старт доброченной акции «Цуды на коляды». Сегодня прошел областный волонтерский форум. Головный девиз руху «Добрым быть модно». С удельниками познайомилась Ганна Корольчук. За одним столом собрались школьники, студенты и працовная молодь. До их долучились представники Гомельского детского дома, Добрыжской громадской организации «Надею детям» и мотоклубы «Ночные волки». Их объедуло ожидание сделать свет больше добрым. Со встречи проходят в форме диалога. К каждому есть что рассказать об выниках своей волонтерской деятельности. Знаете, волонтеры не любят о себе говорить очень много. Они делают свое дело. И самое главное, чтобы это дело действительно приносило пользу. И ведь не бывает волонтерства у нас в Барсеме одно, в Тимуровце в другое. Мы все делаем одно общее дело. И это самое доброе дело. Удельники обмерковали развитую руху на наступный год и планы по створению школы волонтеров. Такая инициатива да поможет позбегнуть складанностей для новичков в этой справе и забеспечить переемность поколению. Лепшие волонтерские и тимуровские инициативы были отзначены под зяками. Двум активистам уручены першие у Гомеля значки пионеров-тимуровцев. Самым главным достижением, я считаю, это была помощь пенсионерам в первую очередь. Вот, как подчеркнули, во время снежных циклонов мы вышли на помощь, мы очищали дороги. На день освобождения у Гомеля мы ходили и помогали ветеранам, вручали им самодельные подарки, делали людям приятно. На приконце форума доброохотники дали старт традиционной акции «Цуды на коляды». Ее проведут БРСМ и пионерские организации. Разом с всеми ожидающими выкинают мари дзятей. Водыходящий Год культуры, активисты вырешили так само зарабить подарунок и установе культуры. В этом году мы организуем пункты сборов непосредственно во всех пионерских дружинах, это в учреждениях образования Гомельской области. Также будут организованы сборы подарков и средств на реставрацию усадьбы XIX века, которая находится в Красном береге Жлобинского района. Это вот как раз будет наш вклад в Год культуры наших двух организаций. И любой желающий может перечислить средства на расчетный счет благотворительный. Кабу нести свой уклад и повиншовать дзятей, достатково отправить сродки на доброчинный рахунок с пометкой «Акция отсюда на коляды». Ганна Корольчук, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Творчую встречу провела в Гомеле народная артистка Беларуси Галина Паулянок. Подчас душевной гутарки слухачи доведалися об життёвым и творчым шляху выдатной вокалистке, почули любимые творы у ее выполнения. Вероника Ворошилина с подробностями. Галина Паулянок – народная артистка Беларуси, лауреат премии президента краины за духовное адраджение. Ведучий майстер сцены и мастерский кераунь Гомельской областной филармонии. З раннего детинства она полюбила музыку и все свое житё просвятила сцене. За пляшем артистке Гомельское музично-педагогичное училище, Ленинградское консерваторе имя Рымского-Курсакова, а затем пять годов працы солисткой оперы Новосибирского державного академичного театра оперы и балета. Без малого сорок годов Галина Паулянок працуя в Гомельской областной филармонии. Просадший житёвый и творчий шлях артистки гости вечер размагли не только паша с душевной гутерки с ёй. А так само прошматликие фотосдымки у зногороды, представленные на специальной выставе у музея фотографии. Я посмотрела, мне нравится. Основные вехи отражены в фотографиях. Есть позитив такой, есть интересный. Никогда у меня не было, для меня это новинка в таком плане. Обычно я пою, немножко фотографируют меня и всё. А тут как-то вот, ну, мне это дорого всё. Прихильники таллинта у Галины Паулянок почули у её выкананной проникнённой романтичной композиции. Профессионализм, выдатные вокальные дадзины и великий циничный опыт да помогли её завоевать любого слухача, як у нашей края не так и далёка за её межами. Кожное выступление, сустреша с высоким мастерством, гармонично побудованный спектакль, музыка разных стилей и эпох, и головная душевность и щирые эмоции. Гэтаж вечер стал одним из проектов масштабного марафона мероприемства, присвеченных на доходящему 50-годовому юбилею областной филармонии. Творческий коллектив Гомельской областной филармонии подготовил ряд мероприятий, концертов, встреч, где в буквальном смысле следите за нашими афишами, анонсами. А пользуясь случаем, хочу пригласить всех 24 марта в 18.30 в зал ОКЦ, где состоится большой юбилейный концерт. Приходите, будет интересно и полувековой юбилей Гомельской областной филармонии, первой филармонии в республике отпразднуем вместе. Шлях от кветки с тонким пахом до ярко-желтой кожуры 10 месяцев. Пауловский лимон с плодом рекордной ваги гомельчанин Сергей Дворонинов вырастил на домашнем подоконнику. Подробязности в наступном сюжете. Килограмм почти вырос он вот на этом месте. Экологически чистый продукт. Здесь не было ни одного грамма, никаких удобрений. Треба сказать, что опошняя 10 годов Сергей Васильевич, что год отрымливая с этого лимона плоды от 700 граммов, якраз до профессийного свята – Дня энергетика. А на початку этого года домоился со своим годованцем на рекорд до Дня народжения. Або два баки пагодни не подтвердили справой. Раслина забеспечила небывалу у Раджая, якраз до особистого святого спадара, падяковала за солнечное окно, тепло, землю на основе сапрапелев и добрую энергетику у квартиры. Я стараюсь не раздражаться, стараюсь быть всегда в хорошем настроении. Он действительно любит музыку, любит, когда ему читают стихи вслух. У гэта тяжко поверить, але два саджанцы, які у свой час люди не забрали, хоть и сбиралися, не такие прыгожые, як остатние. Але ситуация выправиться, упэлненный Сергей Дворанинов. Головная – растить лимон не с косточки, а с черамка. Не забываться поливать раслину кожный день, а летом и подчас отяпляльного сезона – два раза на день. И не леноваться лечить листья. Минимум 25 необходно дорослой рослини для життя и аше 25 листиков, каб выходовать один плод. Математика не складанная, але я патрабую намаганню и часу. И вот именно плод килограмм весом дает мне право утверждать, что это время я потратил не бесплодно. Алена Траценко, Яуген Макеенко, телерадиокампания «Гомель». Гэты, а так сама іншые новины вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе www.tevergomel.by. И на гэтым выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнаценко. Усяго вам самага добрых и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин